Здравствуйте, Арсений Селезнев, Зверовой. У меня здесь в яме рос вот такой вот хрен. Тут большой был куст, а этот меньший. Этот я несколько раз скашивал, а большой куст весной решил накрыть тазом. Таз у меня стоял без дела, отдельно, и решил я его накрыть. Сейчас посмотрим, что тут произошло. Ага, вот видно. Здесь жили муравьи, они натягали земли сюда больше, натаскали, и вот такое получилось. То есть тут свет попадал через маленькое отверстие, вот буквально для вот этих вот почек. А остальные погнили, но видно, что растение еще живо. То есть, допустим, вот вот такой вот листик, он еще вполне нормальный, но он уже вот начал, начал, на запах так ничего, с запахом, с добавкой гнилизны. Так что, если у вас есть старые тазики или ведра, у меня такой же стоит на ведре, я там еще обрывал дополнительно зелень. Корни подрубать нельзя, потому что пойдет новый стебель, и этот новый стебель может выйти в другом месте, вот как здесь, например. Он может пойти-пойти в сторону и выйти. Поэтому стебель трогать нельзя, а только листья срезать, и почку центральную трогать нельзя. Вот такой вот у меня получился эксперимент по накрыванию старым тазом. Это я прочитал в журнале, и очень хорошая такая вещь получилась. Так что, если у вас что-то есть, какое-то старое корыто или вот что-то такое, вот чем можно накрыть, лист металла, пластиковый тазик, металлический вот такой дырявый, не выбрасывайте, а накрывайте хрен. Там у меня еще растет хрен, но здесь он лучше рос, потому что удобренное место здесь когда-то был или туалет, или место, куда сбрасывали мусор. Я еще с ним не до конца разобрался. Вот и тут получился тоже, ну, наверное, срезали и получилось, что кинули сюда хрен, а он тут начал расти. Вот такой высоты был и раскидистый шатер прямо. Подписывайтесь на канал Арсений Селезнев, Зверобой. Избавляйтесь от хрена, если это надо. Если интересно будет, пишите в комментариях, я знаю, как развести хрен. Смотрите обновления. Пока!